Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Вчера были опубликованы протоколы последнего заседания ФРС, которое состоялось 30 и 31 января. Согласно протоколам, большинство политиков на последнем заседании Федеральной резервной системы были обеспокоены рисками слишком раннего снижения процентных ставок. При этом лишь некоторые из них отметили риск для экономики, который связан с долгосрочным удержанием ключевой процентной ставки на высоком уровне. Это действительно важный момент для рынка, ведь высокая обеспокоенность преждевременным смягчением монетарной политики указывает на готовность удерживать стоимость заимствований на высоком уровне. Но несмотря на очередное получение инвесторами подтверждения готовности Федрезерва удерживать ключевую процентную ставку высокой, реакция рынка остается сдержанной. К примеру, индекс доллара США не смог возобновить рост, как следствие валютная пара евро-доллар удержалась над техническим уровнем поддержки 1,0800. Также не произошло значительных распродаж на рынке драгметаллов. Сдержанную реакцию можно объяснить лишь уверенностью инвесторов и трейдеров в том, что крупнейшая экономика мира достаточно сильная, чтобы расти при настолько высокой ключевой процентной ставке. Продолжая говорить о полученной информации из протоколов Федерального комитета по открытым рынкам, важно отметить умеренный рост доходности гособлигаций США. Именно по этой причине золото немного снизилось в цене, а также ключевые фондовые индексы вернулись в красную зону. Но паники на финансовых рынках не было, позволив покупателям быстро вернуть значительную часть потерь. Это в очередной раз сигнализирует о том, что текущее снижение может оказаться коррекцией, а не началом медвежьего тренда. Биткоин также вернулся ниже 51 тысячи, но спрос под этим уровнем остается стабильным. Это важный момент, ведь несмотря на умеренный стресс на фондовом рынке, который застал крупнейшую по капитализации криптовалюту на очередном максимуме текущего года, распродаж не произошло. Поэтому бычий сценарий остается актуальным, хотя риск развития более глубокой но краткосрочной коррекции исключить нельзя. Дальнейшие распродажи на рынке криптовалют могут произойти в случае увеличения обеспокоенности экономическим ростом или же неожиданным уменьшением спроса на биткоин ETF. То есть речь о маловероятных событиях, которые делают медвежий сценарий альтернативным. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.